В Португалии из-за роста цен на энергоносители одним из наиболее пострадавших оказался сектор, производящий керамику. Счета за газ компании «Синка», расположенной на севере страны, увеличились в пять раз с 300 тысяч до почти полутора миллионов евро в месяц. Плата за электроэнергию возросла в два раза. Счета за газ и электричество раньше составляли около 30% наших производственных затрат, а теперь более 55%. Это сказывается на нашем производстве, наших ценах и нашей прибыли. В текущем году компания «Синка» уже приходилось закрываться на полтора месяца. Не исключено, что это было не в последний раз. Чтобы этого не допустить, завод пытается сократить потребление энергии. Задумывается руководство и о новых инвестициях. Мы продумываем вопрос об инвестициях с точки зрения когенерации, процесса совместной выработки электрической и тепловой энергии. Речь идет об использовании теплопечей. Но вкладывать средства в это на данный момент непросто. Условия сложились крайне неблагоприятные. Инфляция заставляет нас очень осторожно относиться к инвестициям, потому что процентные ставки растут все больше и больше. Генеральный директор «Синка» ожидает поддержки от Европейского Союза и правительства Португалии. Эта задержка чрезвычайно губительна. Мы пытаемся как-то сбалансировать бюджет уже несколько месяцев. И это непросто. Без четкой политической и экономической поддержки. Евроньюс связался и с несколькими другими португальскими компаниями, производящими керамику. Но они не захотели говорить на тему энергетического кризиса. По словам представителей этих компаний, пока они предпочитают дождаться мер, которые обещает озвучить правительство после экстренной встречи министров энергетики стран ЕС, намеченной на конец сентября.